Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот вчера тут Наталья одна, другие уже спрашивают с воскресенья, как Надежда Васильевна? Она дала знать о себе-то, а теперь нету. Немножко расскажи, как ты ездила, куда тебя возили, в больницу, поликлинику? Расскажи. Люди хотят знать, как твое здоровье. Ну, в поликлинику меня свозили, у меня... Погромче, можешь? Голос-то не болит. У меня давление высокое, вот сейчас 190 смирила, у меня бьет висок и там глазное дно. Ну, подробности не надо. Сосуды заливает. Лучше стало или нет? Глаз. Ну, стало получше, конечно. Ну, они хоть сказали, причина какая? Высокое давление, у меня гипертония, говорит. Как вы еще живете? Потому что аритмия и шимия... А вот ты слышала, по передаче такая идет, и в конце говорят, там, разные лекарства, они рекламируют, и потом... Это для тех, кто любит лечиться, и для тех, кто действительно в этом нуждается, необходимый. Они разделяют таких людей. А одни любят только лечиться, они все, что не видят, тащат в себе и испытывают на себе, как будто бы лаборатория какая. Ну, мы же рядом живем. Я тебе сколько раз говорил, днем никогда не ложиться. Сейчас я закончу предложение, дай только. Не ложиться. А причина какая? Потому что голова на этом уровне, давление поднимается. Я в ночную работал, и приходя домой, ложился. Раза два лег за все время. И сразу же появляется головокружение и болезнь. И это было, ну, минимум 40 лет назад. И с тех пор я больше ни разу не ложился, сидя на стуле. А на стуле не просто подушки под себя подложил, маленькой покатой. Это ничего не дает. Голова должна быть самую верхнюю точку занимать. Вот давление, все это отсюда. Дальше излишний вес. Это сильно давит. Тот, на которые есть знакомые, ты их знаешь всех. Все болеют до одной. Давление ноги, дальше глаза, глазное яблоко. Они все это знают, непрерывно болеют. И когда не придешь, едва поднимаются. Я не знаю, у меня такая болезнь. Я говорю, ты уменьши это, раза в четыре, что потребляешь. Работа-то, ну, да я работаю. Ну, как ты работаешь-то? Если бы вы работали, то как серафима у нас. Я 92 года. Она никогда не ложится. Она сухонькая. Все в огороде ведет сама. А вы даже на огород выйдете и что-то копаетесь на одном месте. Посмотрите, как у нее все растет. Лагерь детей приглашает. Мы пришли у нее. У нее все абсолютно растет. И нам помогает, и арбузы принесет там дыни. В одной и том же селе живем. У вас-то этого нет. Эта земля другая. Да нет, конечно. Но она-то старше вас. Тебе только девятый десяток пошел. А я это уже вон на сколько? На десятый. На десятый. И в церкви она никогда не садилась. Ее никто не видел, чтобы она сидела. Вы только заходите. Плюх рядом с матушкой. На поле работает матушка, как трактор. Как пришла в церковь, это место отдыха для нее. И сказать, чтобы она стояла, абсолютно бесполезно. Не сидит, да? Не любит она тебя. У нее эти дни. Причем тут не любит? Да? Да. Вот смотри, как она у меня сидит. Глянь. Сейчас смотри. Никита. Ну не надо рассуждать. Вот смотри, она лежит. Сидит котенок, это паль. А вот она лежит. Гляди-ка. Как это котенок. Вот я рукой, пальцы вытяну. Вот посмотри, она лежит как. Она сразу засыпает. Настолько ей хорошо у меня. Мурлыкать начинает и засыпает. Я тебе сейчас ее отдаю. Возьми у меня ее. Иди. Так, иди-ка сюда рыжая. Теперь она ко мне рыжая пойдет. Опа. Вот так. Так, я знаю, ты торопишься. Давай, давай, давай. Посиди маленечко. Посиди. Ты любишь, чтобы поцарапали тебя. Давай. Вот так вот. Теперь. Ну, что Надежда Васильевна сказать? Молимся. Днем не ложись. Между завтраком, обедом, ужином в рот ничего не бери. Не жевать. А то попробуй одно, попробуй другое. Посиди маленечко. Теперь другое. Вопрос закончен. Ну что, больной человек и говорить не может. Вы сами себя делаете больными. Был такой, вы знаете, Порфирий. Это Иванов Корнеевич. Он говорил, главное в себя болезнь не пускать. Главное не пускать. Вот так. Посиди маленечко. Посиди. Успокойся. И что получается у нас? Мы как-то выбирали там во дворе, где Новиков Татьяна была. Ну и репей сильно растет. А комара под ними. Я, ну, есть такие люди, которые понимают, о чем кричат птицы. Они, девочки, она прям щебечет по ласточки, по воробьиному. И бабки все удивляются. И по телевидению показывают. И ты его не отличишь даже. И птицы к ней прям все идут. Другой зверей понимает язык звериный-то. И среди львов ходят, главное. Удивительное дело. Играют они на него как будто нападают. А на самом деле не нападают они. Посиди маленько. Посиди. Рыжая, подержи. Подожди маленечко. Ну, успокойся. Ну. Не любят она, Игнать их ночью. Вот я сейчас так. Она рычит. Рычит. Ничего. Подожди маленечко. Подожди. Подожди. Ну-ка. Что такое? Что такое? Подожди. Еще не значит. Белые. Я хозяин твой. Белые всю ночь. Вот так. Давай. Посиди маленечко. Страшный голос. Она хорошая. Мне как раз они нужны сейчас. И вот я понимаю язык. Кошачий. Язык голубей понимаю. И сейчас я буду говорить о чем они думают. И как они говорят. А я слышу. Вообрази. Так я воображение говорю. Что они думают? А они разговаривают между собой. И я потихонечку в этот разговор у них вхожу. И начинаю им отвечать. Так вы же у нас язык понимаете? Я говорю. Да. Это вы все время что мы думали и вы понимали? Да. Она вот так говорит. Вот это да. А мы-то ведь не все хорошо о людях думали-то. А люди так болтают. И мы знаем о чем они говорят. А люди-то не знают о чем мы думаем. Как к ним относимся. У меня стихотворение есть такое. Как когда... Подожди маленечко. Подожди. 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 Ну что такое? Ну-ка. Ну-ка подожди. Подожди. Успокойся. Успокойся. А рыжая? Успокойся. Успокойся. Хорошая. 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 Ну-ка давай. Давай посарапаю тебе вот так вот. Вот у подбородочек. И вот корова стоит на бугре. И на хозяев жалуется. Вы в имя мне так сделали. Разбарабанила. Два ведра нести не могу. Сыночек такой теленочек был. Вы меня отняли. Даже не дали пососать меня. А теперь он растет такой красавец. И в прошлом году зарезали. И это тоже. Какие вы люди жестокие. Ни одного ребенка мне не оставили. Всех режете и режете. А думаете о себе. Да еще молитесь. Прости Господи. А почему нашу молитву не вспоминаете? Я слышу, что теленок говорит. Плачет. Мама прощай. Я слышал, как говорят. Меня зарезать хотят. Как оно будет? Вот так. А рядом червя, говорят. А это толстый человек. Он все время ест и ест. Едва шевелится. А черви говорят. Ну скоро умрет. Ну наедимся мы его. Уж там в грабу мы будем есть его. Так. Успокойся. Кто хозяин? Я или ты? Успокойся. Ну, да хорошая моя коша. Ну-ка давай. Вот так. Давай, 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 давай. Ну-ка, рыжа, успокойся. Она никогда так себя не вела. Успокойся. Успокойся. Когда летает. О чем говорит? Коршун. Я говорю, да, Коршун. Я вот слышал, о чем он говорит. Ну-ка, успокойся. А Коршун говорит. Вот этот мужик-то у них какую-то одежду носит. Такое. Ох, это попом называют где-то. А вот у меня детей кормить нечем-то. И тут они закололи какого-то теленка или что. Теленка закололи. И выбросили требуху. Я Коршун хочу детишкам унести. А они не дают, гонят меня. Ему она не нужна, он есть не будет. Но и мне не дает. Как, говорит, собака на стене лежит. И сама не ам, а другим не дам. Я говорю, батюшка, ты слышишь, как они говорят-то? Почему же им это не даете-то? И так везде. Вся природа бунтует против человека. Против его несправедливости. И кошка-то тоже понимает, чем они меня кормят-то. Что они мне дают. Самим, что не нравится, то и дают. То мне и суют. А сами только хорошие. Ну что особенного-то? Рыба лежит. Ну рыбу-то я знаю, они будут есть. Ну я маленькую рыбку там утащил со стола. Так скажи ты, веник схватили за мной. Гонят со всем табуном своим. Где эта справедливость-то? А у меня вот она растет, дочка такая хорошая. Пали назвали ее. Вы не слышите? Она не говорит. Но от нее эти звуки исходят. Вот надо научиться в природу заходить и слушать. Может быть, что-то и услышишь. И вот эта паля тоже. Поиграть ей надо. Она видит, как уже ребенку два года, три. Баба тут тешится над ним. Учат ходить. А я сама уже четыре месяца была. Первую мышку поймала. А мать моя даже на меня не смотрит. Норовит у меня отобрать ее. Почему так? Какая несправедливость. Даже нет людей-то уже. Здесь я поиграть. Она меня бьет. А почему она бьет-то меня? А вот передо мной была старшая там дочка. Так бабушка еще. Тата стала играть, а бабка как ударила ей. Из нее кровь как брызнула. Она всю жизнь жила. Это серка из бати ее. Я слышу, как говорят. Это бабка ей так ударила. Правда, вот этот старик-то бородатый-то. Он это заметил и говорит. Люди, вышли, говорят, они из церкви. Он им говорит. Какие вы несправедливые. Вы любите тех, которые жестокие. А те говорят, да как? А вот, говорит, у одной бабки у нас в деревне была внучка. И она только к ней подошла. Бабка как? Дала ей из нее кровь брызнула. И все вот так друг на друга. А тут бабки одни так и стоят. А это кто? А он сказал про бабушку нашу. И она эту серку так ударила. А серка теперь боится всех. Она боязливая стала. А почему она так? Да только что эту наказали, она зло сорвала на этой. Она разговаривает. Я все время прислушиваюсь. А что они про нас говорят? О наших взаимоотношениях между собой. Вот она маленькая. Она привыкла, еще ничего не понимает. Но она видит, что мать с ней поступает несправедливо. Кормила, а с четырех месяцев бьет и прям когтями. И она от нее убегает. Иногда разыграется и говорит, забудет. И тогда играет. Ну ребенок маленький. Надо научиться входить в это все. Я рассказал тогда про комаров. Как комары недовольны. У нас срубили, убрали репест. Прятаться некуда. Ну так вы же людей кусаете. А что же их не кусать? Они вон какие жирные. Хоть маленько что-то у них взять. Вот прислушаться надо. А мы не прислушаемся. Так это как? А так. Наитие. Тебе кажется, они не разговаривают птицы? Ты ошибаешься. Ты считай псалмы Давида. И там написано все дышащее. Дохвалит Господа. Птенцы ворона взывают к нему. Взывают конкретно по определенной волне. И просят пищи. Даешь им пищу, радуется, отнимаешь. И в печь свои возвращаются. То есть Давид слышал, как вороны кричат. И прямо говорит, и птицы, и горы, и воды. Все славит Бога. Говорят, вода, определенная энергетикой, обладает. И поэтому от нее какие-то флюиды идут. И что-то где-то как-то информация в ней сохраняется. Это не просто какое-то произведение придумали мне. Это действительно так. И они или звери понимают, что человек несправедливо с ними обращается. Что ты меня бьешь столько раз? Он даже забыл, что звери не разговаривают. Да если бы ты шла правильно, я бы тебя не бил. Ты посмотри, кто передел стоит. Он глянул, ангел с мечом поднял. Только опустить, ой-ой-ой, виноват. Да и с лица-то больше меня видит. Считала это? Сказать, как его звать-то? Не Владимир звать его, а Валаам. А теперь президент едет на Валаам. Теперь это все перевернуто по-другому. Какое отношение там этот остров, полуостров, остров имеет? Так вот, слышат и понимают. И вступают иногда на защиту, иногда в отместку. Мы считаем, что есть святой там Ирины. Отец там такой важный. Едет. Ну нормально, слуги держат лошадей. Ну держат, потому что слушаются. А не будет слушаться, он конь копытом ударит, и все от него полетели. И они загрызли его, бросились. Другие написано, голубка, и она с ними разговаривает. Это житя святых. Там очень часто упоминается такое. То есть у них есть речь. Так они еще понимают. Еще раз говорю. Она воздыхает, тварь. В послании к римнам Павел говорит. Павел это слышал. Воздыхает и мучается до ныне. Так что? Неужели в раю еще будут там собаки, кошки? Собаки, кошки. А в раю были они или нет? В раю? Ну да, в раю. Ну как же не были-то? Звери проходили перед Авраамом. По Адамам Бог провел их. И он давал им название. Но еще... Ну как угодно назови. Нет. Это по-нашему. Как угодно. А на еврейском языке это соответствовало дому. Тому какой леп идет, он гриба какая. О, да это царь царей. Вот так он и будет называться. Вот по нашему указу, ворона. Она везде все тащит, всякие там безделушки. Одна девочка тут кормит. Кормила их где-то. И они всякие безделушки там целые, контейнера маленькие носили. Ворона, вор она. Посмотри. Или воробей. Вор, бей его. Он все везде тащит. Так вот Адам так и назвал. В самом названии сущность отвечала. И все понимали, о чем это. Допустим. Это рогатая, у которой молоко от корова. А мы-то не... По-русски они ничего не значат. Значит, Адам и под название животных, Златоус называет его пророком. Он знал в будущем какие-нибудь. В районе такими не были. Он опередил события. Воробей не воровал. Этого не было. Да и хлеба там у него такого не было. Вор, бей. Вор, бей. Соединительная буква. О, пароход. Пароходит. Вот. И теперь вот о чем они о нас думают. И когда ты будешь это знать или хотя бы воображать, то все-таки будем учитывать, для чего эта скотина назначена. Вот в городе держат. Если так разобраться, кошки-то не нужны. Собак держат в комнате. Они не нужны. Охранять нечего. Все это на замках, железные двери. Да держат вот такую вот маленькую. А для чего она нужна тогда? А вот это вопрос другой. Кто? Белый, белый, черное ухо. О чем? Там играет как раз Вячеслав Тихонов. Фронтовика. И как ищут. И как объединяются с детьми. Как они ищут эту собаку. Пропала собака. Пропала собака. Дети поют. Почему? Если он живет один, то собаков в доме кошка, с которой он разговаривает. Ну, что поделаешь. Пенсию нам не платят. Олигархам страну отдал. Евреи растащили наше богатство народное. Ну, ничего, полкан. Переживем. Недолго мне осталось жить. Я думаю, куда тебя потом девать. И тут усыпят тебя. И ты умрешь. Ну, что сделаешь. Ничего, полкан. Перетерпим. Может, это выборы будут. Нового президента изберут. Может, он будет заботиться. Кого? Ну, кого от коммунистов. Какого-нибудь изберут там. От коммунистов. От этих людоедов. Да они-то страну и погубили. Какая она была в 13-м разговаривает. И он там все, что у него есть, на митинг не ходит. Он вырвал, выложил перед ней. Ему легче. На три года жизнь продляется. Инвалидов. На три года. А мы ей благодарны за это. Ну, вот в Японии это понимают. Человек это стрессовое состояние должен куда-то... Директора сделали. Резиновая статуя. Похожи. И рядом палки лежат. А кто приходит, идет. Да это директор такой. Не надо говорить ему. А вот он стоит. Каждый проходит палку, берет его удар. Пу, паразит. Такую зарплату дает. Жить не на что-то. ЖКХ задавило. Дышать нечего. Нечем уже. Ударил его. Плюнул на него. Пошел. Иной-то остановится. Да бьет. Да ладно. Теперь он уже понял это. Ну, ладно. Укаянный паразит. Все везде. Получает в месяц три миллиона. Три миллиона. А тут восемь тысяч дали. На хлеб-то не хватает-то. Ну, ничего не сделаешь. Ладно. Перетерпим. Ну, что делать? Не убивать же их. Да их не убьешь. У них охрана. Пытался один убить. Ему дали там десять лет. Говорят, сидит этот Квачков. Вот. Не будешь лезть и на богатого. А тот говорит, как Иннокентий этот, Сибиряков. Я настолько богат, не знаю, куда деньги девать. Вот Щубайс не знает, куда деньги девать. А я ей говорю, ну что, перетерпим. Ну, что сделаешь-то? Ну, Щубайс, он на это и избранный. Главное, ты не президент, а Щубайс. Он наблюдающий здесь в стране. И разговаривает с собакой. Так, скажи, дедок, заберут за такие слова. А я никому не говорил. Мы в четырех стенах. Я ей говорил, это Паля, вот она лежит. Я ей говорю, Паля, перетерпим. Ну, рыбу купить не на что, молока не на что. Ну, сухарик размочу тебе слезами-то дам. Ну да, глазки протру тебе. Ну и ладно, проживем. Надо научиться слушать, что говорят животные. С ними научиться разговаривать. Притом я не выдумываю. Написана вся тварь в совокупности стена этой мущицы до ныне. И она будет особежена от рабства тленью. Будут животные, будут птицы. Но только будет все по-другому. Лев с ягненком, как корова, он ее не тронет. И на гнездо, на нору аспида ребенок руку прострет и не ужалит. Это будет. У меня есть стихотворение такое, что я бы мог прочитать. Я написал про голубей. Я там буду слушать воркование голубей. Там это будет. Конечно, все будет не такое. А которые умерли, воскрешения, зверей никакого не будет. Но Бог ничего не сотворил для ничего. Все вечно. Он продолжает им, Господь, надежду. Она в совокупности вся тварь. В совокупности. Стенает и мучается до ныне. И ожидает усыновления сынов Божиих. Ожидает. Корову приводят, когда на мясокомбинат. У нее слезы текут. Она понимает, все закончилось. И ничего нельзя. А люди теперь разделывают. Свинья верещит. Ой-ой-ой. Тащит ее. Вот я могу показать. Показывает, как свиней забивают где-то. Я видел. Она тоже прощается с этим миром. И все это, весь мир сделался смертным из-за согрешения человека. Поэтому необходимо прислушиваться. Вот кошка эта наша. Это вот у нас Бузская. И это все ее дети. Вот эти есть. Почему кошка бывает иногда агрессивная? Как мы к ней относимся? Она запоминает это. У нас была тут женщина одна. В общем, она ушла. И она все время с маленькими собачками. На улице идет, хватит и целует. А кошку пинает. Я говорю, а что кошки-то так? А я слышал, она судья Божьем. Они будут против нас. Я говорю, тем более надо с ней хорошо. Чтобы у нее хороший отзыв-то о нас был. Люди много держат здесь животных. И это корм большой уходит. А для чего? Запасные игроки. Вы слышали? Я в прошлый раз читал, как в Ленинграде было. Привезли два эшелона кошек, два вагона. Речь идет о десятках тысяч. Потому что от крыс не могли отбиться. А у кого были мурсики, они съели, люди их. А некоторые сохранили. И люди понимали, что это единственное. А траву нельзя никогда дать. Потому что крыса отравленная, шатается. И люди хватают, едят, и люди все умирать будут. А травой не пользовались. А они толпами ходили, крысы. И у нас тут я держу. А зачем тебе столько у меня голубей? В деревне две голубятни и здесь. А там пшеница, семечки. Вот семечки там, которые подкармливают голубей. Бывают в сосуде. Не закрой стверку, приду, одна шелуха лежит. Сейчас. Она маленькая везде залазит. Ну а что, никак нельзя. Ну маленькая дверь, потому что чуть-чуть между стеклами, все равно мышь пролезет. Где-то прогрызет и все. Крыс нету. Их сразу уничтожил. Первый год. А это никак. И только вот. Я их пускаю, где голубятня, а дальше-то щердак. Она на щердаке там орудует. А всю зиму-то пустить нельзя. Не простудиться. Так, Паля, ну-ка, я с ней разговариваю. Ну маленечко, убери руку, хотя не Кирюшка. Все так, безразлично-то. Ты раньше, когда-то имел кошек, держал? Конечно, Натик Ильич. Держи. У тебя были кошки? Были. Как звать? Люся звали одну, Томаса звали второго, кот был. Вот у нас кошка тут была, у Надежды Васильевны, черная. И ее стерилизовали. Из различной, Паля. Изуродовали. Она была очень злобная. Виктор Андреевич, уезжая, мы хотели брать ее. Так она его там оттуда шарахнула, но упал здесь. Не говорите, что не так. Это так. Уродует. А почему? Человек-хозяин может курицу зарубить, зарезать. Животных, которые не мучить. Усыпить это умертвить. Это не просто усыпить. Поэтому надо заранее определить, нужно она тебе или нет. Маленькую кошонку взяли, щенка взяли. На дачу. Уехали, все бросили. У меня один священник и говорит. А вы как? Вот кошки у вас катятся когда? Катятся иногда. Ну, только родиться там. Сейчас не прошел, я их беру. Землю выкопал много. Земель присыпал. Все притоптал и нет еще. Никакой вопрос нет. Так это жестоко. Ну, мне больше не надо. У меня три кошки. А вы как? Ну, да на дачу мы берем. А потом мы езжем, оставляем. Я говорю, а дальше-то вообще не смотришь? И она облезла. И никто не дает. Зима наступает. А она ко всем где-то найдет. Дача не закрыта. Люди пинают. Какая-то облезлая пришла. Ты ей такую кончину приготовил. Батюшка. Замолк. Ну, это-то можно понять. Человек властен. И ты можешь, говорится, из нее шубу сделать. И, как Шарик говорил, белок из них делать будем. Но не мучить. Вот мучительство. Не мучил ли животный? Даже наисподель священник спрашивает. Вот оно где. Его приучили к чему-то. Она как крикнула. Она со всех ног несется. Но уже начинает хитрить. Сверху смотрит, я дающее или нет. А то не слазит. Лезьте надо. А мне надо ее сейчас спрятать. Кошек. И в это время выпустить голубей. Вот он сейчас засланный был. Посмотри. Так, подожди-ка. Где она? Гляну я на нее. Ой. Ну-ка, пошли сюда. Ой. Смотри. Пошли. О, давай. Пошли. Пойдем. Давай-ка сюда. Сейчас у них туда. Вот пол. Потому что мне надо выпускать голубей. Давай. Давай. Сюда. Ну, Никита. Ну, что же слышал? Говорю, давай. Сиди. Тут все время надо ткнуть. Давай. Некоммуникабельные люди сегодня. Иди. Потихонечку туда. Вот так. Теперь надо что? Закрыть. Чтобы холодный ветер не шел. И палочкой я упираю. Открываю. А, слышно. Не жаль. Смотрите, на пересеть моей по сторонку. Я сейчас голубей выпущу. Вот, посмотри как. Вот это на этом матрасике тут спит паля здесь закрытая. Она вот так. Вот она ночью. Потому что она открывает там. А паля говорит, что ты открываешь-то? Иногда говорят. А она научилась открывать. Раз. Вот это вот. Завернет тряпочку. Вот это вот. И туда дырочка. И она туда. А другой раз бегать. Не залазить. Просто раз. То ли ей надо. То ли она. Чтобы не забыть. А мать не может открыть. И она удивляется. Моя мамка не может открывать. А я открываю. Она все время не открывает. Надо научиться слышать, что они говорят. Теперь убираю. Причем закрываю. И открываю. Живые там нет? Сидят живые. Ну-ка давай посмотрим, что они там. Сейчас подойди рядом. Давай-ка. Ну-ка подожди. Сюда подойди. Где они? Вон она. Видать нет? Смотри. Видно? Да. Вон она сидит на гнезде. Вон та дальше которая. Это она. Это он ждет выхода. Мы сейчас отойдем. Вот внимательно посмотри, как они сейчас. Это сейчас прям будет. Вылезет. Давай. Гуля, гуля, гуля. Гуля, вылезь. И она увидит, что дверь открылась. Вот сейчас смотри. Не спускай глаз. И она следом бросит гнездо. Вылетит. И скорее обратно залетать надо. Ой. Она ему кричит. Нет. Там остынуть яйца-то. Там уже слышно, что там у нас ребятишки вырастают. Так. Вылазит. Вылазит. Гляди внимательно. Но. Голубь. Видишь его? Да. Вот. Ну давай. Гуля, 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 гуля. Они слышат. Вылазь. Гуля, 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 гуля. Ну давай скорее. Вот он как. Хозяин так пошел. Вот она поняла. Дверь открыта. Гляди на нее. Сейчас она быстро вылетит оттуда. Обязательно вылезет. Ей надо оправиться. Голуби. Птицы сейчас-то оправляются. Опорожняются. Чтобы вес уменьшить. Они летают. Вот она вылазит. Вот она. Все. Охо-хо. Вот она вылетела. Теперь там махать крыльями будут. Ей надо мацион это сделать. Иди-ка сюда. Глянь. Сюда. Что там у ней? Там видно? Да, видно. Вот она все. Ну отойдем. Сейчас она будет там крыльями махать. Оправляется. Поднимут все. И быстро-быстро сейчас полетит опять назад. Так, тебе залезть надо, да? На, вот сюда залезь. Ну, смотри внимательно. Вот она, гляди. Гляди, гляди, гляди. Скорее сейчас. Так. Так. Семечек нет. Она думала, семечки будут. Поклевать надо. Все. Пошла. Скорее. Веди. Вот она пошла. Теперь она яйца перевернет. Другой стороной все село. И мы рядом стоим. Вот она, где я могу руку протянуть, но не пугать. 30 сантиметров до нее. Вот она сидит. Все. Видишь как? Надо одно убрать, другое убрать. Это уменьшает характер человека. Делает его другим. Это животные, это птицы. И в деревне все время вот как-то человек общается с ним. А в городе нету. Интересно. Я прочитал в древней Греции Эллады. Мальчик 6 лет. Поймал перепелку. То ли держали перепелок, то ли она попала в силки как-то. И он, ну, ребенок еще 6 лет. Он взял и ножки ей отстриг. Ну, что такое-то? Да у нас даже тут собак живем и ободрали. Она без шкуры живая лежит. Или пол спины там выдрали. Что только не пишут, не делают с животными-то. Это дело стало известно. И заседал Верховный суд Эллады. Верховный суд страны. Единогласно проголосовали. Достоин смертной казни. И казнили. А почему? От него не должно быть потомство. Это щекотило растет. Вот как рассуждали. А греки были-то ненамного дурнее нас. Если не умнее. Как есть большая греческая свадьба. Он говорит. Да вы, вы еще с дерева не слезли, как обезьяны. А мы уже культурный народ были. И однако они его казнили. Они это понимали. Вот у нас, чтобы мучить животных, птиц мы этого даже не знали. Вообще этого не было. Потому что каждый день общаешься. Все. У нас были тайны. Я сусликов ловил. А у отца был складишок. Складишок это ножик складной. Ну и он даст мне. Я обдеру суслика, чтобы по всем-то вместе. А у меня с тобой капканы. Мне надо заработать. Шесть копеек первый сорт. Пять целых четыре десятых копейки второй. И три копейки третий сорт. Ну с какими-то изъянами или как-то там где-то. Ну отец даст. Но она у нас считала, что это нечистое животное. А мать называла их полицкая, полевая, полицкая кошечка. Он только травой питается. Это не крыса. Он чистый такой, красивый. Ну и обдирали. Ножик-то отца как бы запогай. Он его оботрет. Там в воде пополощет. И все. Но это тайна между мной и отцом. Мы тятя звали. Вот сядем за стол дома. И мать что-то даст. Отцу надо разрезать. Он достает ножик, а я на него смотрю. По-материному он поганый. Нечистый. И отец разрезает, на меня смотрит. А мать даже не догадывается, что мы друг на друга смотрим. У нас большая тайна. Поганым ножиком режем хлеб. Он не поганый. Вон он пришел. Видишь как? Отношение к птицам, к животным. Это все закладывается в ребенка. Ему надо дать подержать. Вот у меня дети в лагере были, когда голубей отдавал. И в руках они несли голубей. Мы шли на пруд костровый. И там выпускали. Они смотрели, как они возвращаются. Это элемент воспитания. У меня голубя, фактически, я не знаю даже. С пяти лет как полюбил, но сразу-то не держал. Но 60 с лишним лет держу. Вот у немцев, недавно они говорили, продали пару голубей за три с половиной миллиона. Да невероятно, рублей. Невероятно. Это не может быть, кажется. Но, однако, вот так люди, говорится, с ума сходят. Я слышал, вроде бы, Золотухин Валерий Сергеевич. Где-то там торг шел. Он на Волге приехал. Уж домой пошел пешком на с голубкой. Вот так. Держали кто? Брежев. Показано, как он свистит. Зыкина Людмила. Это я только знаю, кто держали такие. Ну, им помогали за ними. Это облагораживает человека. Делает более мягким. А как? А если они держат там что-то? Ну, что держат? Надо держать, не надо. Одни, говорят, мы завели поросеночки. Ну, до того хорошие. Мы обмытые. Мы, говорит, ложимся в простынь. И она на простыне лежит. Машка, Машка. Но она растет, Машка-то в свинью превратится. И вот превратилась в свинью. Колоть надо, говорит. Теперь уже никак нельзя. И они взяли, отдали соседу. Но сосед-то, видимо, пока голову перерезал, она визжала. А они за уши взялись. И теперь решили никогда не держать свиней. Для них она друг. Член семьи была. А та овечка, говорит, ела и на груди спала, как пророк Нафан сказал Давиду. С кем сравнивается? С овечкой. И все сравнения-то какие дают. И надо научиться слышать голоса. О чем он говорит? О, пошел. Везде. Вот они запятаны, их красенькие на ноге. Вот он. Где? Сейчас лес летит и будет прямо около ног. Они дикие, с улицы. И они понимают. Я понимаю их. Сначала он роптал, а потом ей говорит, мы же с тобой здесь познакомились в коробке. Ну да. А я и не знал, что такая ты хорошая. Ну, хорошая она. Такая она прямо. Он уже не может никак. Она все любовью занимается. Она его за клюв возьмет, тискает, перед ним ляжет. А он никаких. Ну, подожди маленько. Это силы восстановятся мои. Вот я вижу, как разговаривают они между собой-то. А я и не думал, что такая хозяйственная. Он говорит, смотри, как ты заботишься. А она почти все время сидит. И он сейчас слезет. То ли для вида, то ли так. Он не подкаблучник. Это уж определенно. И он целую ночь сидит, разваливается, спит. А она на яйцах. И днем точно так же. Маленько ее отпустит. Чуть-чуть. Только пролетело. Видите, взлетело туда. Вот туда к ней пошел проверить. Все ли на месте. Деловой такой. Вот он. Ей некуда даже собрать семечки, я насыпал. Ну и все. Вот так. Пошел туда собирать там семечки. Вот. Сюда. А, он увидал семечки. И тут хочет взять где-то. Я понимаю, о чем они говорят. Они довольны друг другом. Ты испугалась, когда тебя сюда принесли? Ну да. Я думал. Вот видишь как. А мы тут-то познакомились в этой коробке-то. А вот как знакомиться? Сразу давай гонять, пока она не легла перед ним. Все-то, да? Она жена. А там-то на улице-то, там говорят, холод. Ну да. Я чувствую, что-то все время меня трясет. Это у ней отражается. Погода на ней отражается. А мы-то. А у нас уже скоро ребятишки будут. О, там нельзя. Вот ты слышишь, как разговаривают? И они теперь хорошо, что нас взяли сюда. А то все время семечек дают нам. А там-то одна семечка достанется, не достанется. А тут каждый день он нам дает-то. Не гляди, что суровый старик-то. Он нам дает. Ну-ка подожди-ка. Я сейчас... Я сейчас... Вот у меня, видишь, семечки. Семечки. Сейчас я его сыпану. Давай, дам-дам-дам-дам-дам. Вот он, видите, попятился. Вот я его сделаю насыплю сюда. Вот он, забился в угол. Вот он. Ой. Ну-ка, видите, он меня как... Видите-ка. Ну-ну, что-что. Ой-ой-ой. Ой. Он, когда сходит туда, он бьет меня. Убрать надо. И сейчас он будет есть. Вот, посмотри. А я буду говорить, что он будет думать. Ну, гляди. Он пока думает, что я буду лезть к нему. Надулся так где-то. Сейчас я закончу. Что он думает? Так. То ли он будет лезть ко мне, то ли нет. Так. Вон она ему сейчас говорит. Ты знаешь, близко не подходи. Люди коварные. А могут тебя в горшок затолкать. Да нет. У них уже масленица идет. И мясо нельзя есть. Так у них кошки есть. А ты их не видела? Да нет, не видела. Ну, тогда ничего не будет. Ешь там. Ешь. Там семечки дали. Ну, да. Ну, я не могу. Мне надо сидеть на гнезде. Так. Ну, ты не обижайся. Мне надо быть сильным. Я же мужчина. Главное, это меня кормить надо, а не тебя. Вот они разговаривают. Слышишь? Так у него лезет этот. Ну, тогда это, хоть и суровый старик этот, но справедливый. Тебя кормят в первую очередь. Ну, что сделаешь? Ну, ты там сильно на глазах у них не мельтешись. А то они такие, такие, а потом раз и голову, вот эти башку-то отвернут. Давай, ешь скорее. Вот так. Вот он как. Так. Теперь. Здесь собирать будет все. Так. А мне нельзя ставить? Не, нельзя. Они это все уберут, закроют. Ну, тогда хоть ты наешься. Я знаю это дело. Так. А что там? Я смотрю, кошки где-то шабарщат. А где они? Я слышу? Да. Где они там? Интересно. Не, они же сразу нас поймают. Да нет, они их закрыли. Они нас уже не убьют. Ну, ладно, ешь. Ну, вот и все. Вот, видишь, сегодня какой у нас разговор произошел. Вот. И у нее, она все время голова кверху. Она не ложится. У нее глазное там яблоко там еще дно не давит. Надо научиться. Вот он, смотри. Он смотрит еще раз. Нет ли опасности какой. Пришили какую-то мне тряпочку на ногу. Да, это не мешает мне. Вот и все. Ну, вот сегодня у нас утро прошло. А сегодня какое у нас число? По-моему, 14-е. Вот смотри, как получается. 14-е марта. Люди-то не все знают. Что такое? Это день Евдокии. Называется Евдокия, замочи подолг. Если на день Евдокии, это в деревне, конечно, не в городе было. Тут еще от грязи соли сыпят. Если воробей напьется, то это ранняя весна. А где он напьется, если морозы? А раньше не такие морозы. Я помню. Ой, морозы были. Летит воробей, прям падает и замерзает. 45 с Ишем, это нормально было. И вот 14-е, это день печати в Советском Союзе было. Там как-то с Карлом Марксом связанным. Так, 14-е, начало весны, запомни. 14-е. А что 14-е? Да, наверное, марта. А сегодня февраль. Сретенье будет, а? Февраль, сретенье, завтра. Завтра, сретенье. Так вот, 14-го марта, через месяц, через месяц, будет начало весны. Евдокия, замочи подолг. Ирина, 5-го мая, рассадница. Видите, так сельскохозяйственным работом применяли все это, жития и прочее. Так, ровно 8 дней проходит. 30-го. Что 30-го будет? 22-го, 22-го. 40 святых. Мама из теста, живоронков делали там. 40 святых, это 40 разных птичек прилетают. Я считал, когда 17 насчитывал, дальше нет. Ну, никак 40 не получается. А 40 святых, это на Севасте там казнили. Еще 8 дней проходит, заметьте, 8 дней. Алексей, Божий человек. Еще 8 дней на 8-й день. Уже Благовещение, 7-е апреля. Видишь, как вот запомнить надо, 14-е марта. А Пасху как высчитывать? Ну, 21-го марта будет день равен ночи. Это будет равноденствие, не солнцестояние, а равноденствие 12 на 12. И после этого, фактически, в первое воскресенье, в первое полнолуние, и первое полнолуние, а потом первое воскресенье. Все на этом. Богу слава. Аминь. Никита, иди, мы сейчас будем события дня насчитывать.